Продолжается у нас сегодняшний турнир. Готовилась к игре команда города Починки Витязь и команда Скиф, принимающая сторона, это Выездное. Отличительная особенность команды Выездное Скиф, то что там преобладают девушки, где-то 50 на 50 в составе ВИХ. Но судя по прошедшим играм, это никакая даже не фора, а насильные соперники. В раздевалке тренеры и родители нашей команде города Починок пообещали, если в случае победы, угощение в виде пиццы. Ну, пиццу же куплено, только вопрос, кто съест. Если победят, то съедят дети, если они проиграют, то съест тренер и, видимо, родители. Дети останутся, наверное, голодные. Так что сейчас будет битва не за жизнь, а за пиццу. Скиф у нас в желто-синих тонах и синий с красной полосой у нас команда Витязь. Ждем начала игры. Начался у нас вторая сегодняшняя встреча. Установил я дополнительную камеру. Дополнительную камеру у ворот желтой команды. Желтую, будем так и называть, желто-синяя. Надеюсь, камера до конца игры доживет. Субтитры делал DimaTorzok Дополнительную камеру. Субтитры делал DimaTorzok Вот такими флагами размахивают у нас родители команды «Скиф». В такой смешанной команде интересно слышать голоса тренера, когда он дает на путьстве и кричит не только мужские имена, но и женские, Андрей, Лена, Ксюша. Вот 33 номер дает возможность. Бросок мимо ворот. Один на один он выходил. Была у него возможность. Возможно, после первой проигранной игры сегодня команда в второй игре уже глучит себя более уверенно. «Скиф» сегодня сыграл в первой игре со стрижами. По-моему, выигрываю. 4-5. Судья показывает без нарушений положение в игре. Ну и что там? Будет до пихий доталкивать. Ну да, классическая схема, как в первой игре. Подкатили к воротам и ногой запихали, затолкали. Радуются игроки. Команда, как вы видите, тоже немногочисленная. Очень большой видим разбег по возрасту, потому что мальчик, вот прямо стоит 19 номер. Он рядом с девочками, ниже на две головы. 11 номер перед вами, примерно вот рядом 33-й, ему 8 лет, справа 11-й, но, наверное, девочке, я думаю, лет 10. Хотя девочки, они более рослые, даже одного возраста в младших классах, они могут на голову быть выше мальчиков. «Скиф» впереди, бросок у ворота, мимо. Не вижу я шайбу, видимо, она в свободном полете была. Попадание в клюшку. «Скиф» у нас отбирает шайбу, пытается провести атаку. Починки отнимает шайбу 33-го. То есть можно организовать бросок. Да, попадание в дальний угол. «Скиф» 33 номер открывает сегодняшний матч Ох ты, жесткая игра 19 номер падает, сбивает с ног Борьба у нас за воротами Скифы Что это было непонятно из-за Кольбит Бросок, пас Изобразил 25 номер Мог спокойно был подойти, обработать шайбу 33 Обратил внимание, что номера у разных команд повторяются на майках 33 номер есть в обоих командах Скифы 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На половину женская команда оказалась Объясняет тренер Где нужно находиться защитникам и где нападающему Опасная возня у ворот в Витязи После такой возни обычная заканчивается голом в их ворота 1 на 1 бросок Непонятно что там было Возможно нам нужно будет фотофиниш Нет шайбы не было Сбрасывание Попробует Витязь добить Нет шайба потеряна Скиф пытается атаковать Игроки Пинают По бортику Своими коньками Пытаются поддерживать свою команду Но на самом деле Больше шума чем поддержки И тренер Судья показывает положение в игре Нет звучит свисток Кого-то удаляют У нас редкий момент Это пробивание штрафного По ходу игры Я с таким сталкиваюсь впервые За свою немноголетнюю карьеру оператора Ну вот Ковцы бывает и такое У нас будет пробит булит Апелло промахнулся Как говорится Но шанс был Он его не реализовал Счет пока у нас 2-1 В пользу Скифа И у нас Не сбрасывали в центральной зоне А в зоне вратаря Команда Скифа 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 Бросок, попадает во вратаря, возня за воротами, потеря шайбы. Пытается Скиф атаковать в одиночку, его защитники перекрывают. Какие-то комментарии дает рефери, видимо устное предпреждение выносит 33-й с шайбой, шайбы потерял. По дальнему кругу 33-й, на мой заход бросок, хороший бросок в центральную часть, выше краги, вратаря пролетает. Счет у нас 3-1. Чувствуется пицца, достанется, возможно не игрокам. Подходит к концу у нас первый период, осталось играть нам 2 минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой-ой-ой! Вот как досадная шайба. Пропустил вратарь между ног. сзади вылетела и кто-то ее туда добил цену казани сейчас будут данные вратарёв сегодня он нахватал шайб способы быстрого розыгрыша попытался у нас девятый игрок пройти дали ему в разделок рекомендацию бросать у него вратаря метит а ведь иметь и в сетку после последних двух ударов он пытается реализовать но он метит выше сетки выше ворот громко комментирует игру тренер скифа прям по ушам давит все у нас теперь закончился счет 3 1 второй период начинается счет 4 1 не успевает у нас секундант за отмечать на табло новые шайбы поменялись с командой воротами слева у нас скиф справа нас видись , , lein , , Смотрим вас! Так! Давай по operativem ты застег. Конец, не надо бегать куда попал. Давайте заслужили! Вот и сомка, все равно влазь. Противность, и сомание. Кто? 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 Подбивайки все. Не пришлось очень сильно. Почему сегодня? Вдольная отношение с девушками не сделаетесь в золотом. Продолжение следует... Слишком много напутствие дает тренер Скифа, даже путает нас реферы. Менять надо вовремя, а не когда там уже игра началась. Менять надо вовремя, а не вовремя, а не вовремя, а не вовремя, а не вовремя. Менять надо вовремя. Менять надо вовремя. непонятно какой-то был прокат и не бросок и не удар пытаются витязь добить активно шея бы потеряна все а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Владение шайбой, наверное, 60 на 40 в пользу Скифа. Продолжение следует... Как минимум отыграет три шайбы, чтобы было ничья. Если я не ошибаюсь, у нас сейчас идет по сегодняшнему турниру игра за третье место. Продолжение следует... Выход, бросок... 5-1... Скиф забивает пятую шайбу на пятой минуте второго периода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Меняется игрокам бой команд Попадает в артаря игрок под номером 9 Попадает в ловушку и сбрасывание в ворот скифа Попадает в ловушку и сбрасывание в ворот скифа Попадает в ловушку и сбрасывание в ловушку и сбрасывание в ловушке Молодцы ребята У них вот этот вот, он 33-й маленький, он лучше всех у них играет Он у них лучше всех играет в починку Он и с нижегородцем играл, он в основном все отрывался Если бы пас маленько был, он бы молодцы удалось Аладдин еще отходил Я вижу, что постоянно, чтобы они не играли, ребята Исна маленькую, смотри, никого, пацет Овались Ну? 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 Ну, что это? Отрывается к ключу Всё он готов Эдимод Бабу게 Чех腹 на level Предлагаем А что хотят, что хотят Куда себе, как у тебя aus Мастераunku тренер команда скиф говорит вы хозяева и найду как бы они принимающие страна они хозяева мне кажется какие такого нет хозяин то не хозяин если играешь плохо тебе сентой не помогут все суверия дома и стены помогают из этой оперы опять попадает в вратаря нападающий витязя защитники пропускают самим ворота скифцев где-нибудь раньше 40 номер обходит 1 2 теряет шайбу нет но он не теряет но там никто не хочет помогать все нападающие его сзади одиночная атака у 40 не удалось вот и нам интересно где защитники отлично по-моему был гол но значит нет 40 дал паз за ворот все в шестом и что что сделал прямой удар это мне показалось чтобы было ворота ну видимо показалось что а а а а а а вставая алиса скандирует тренер скифа у нас очень много комментарий дает мне кажется если он замолчит он так думаю что если он замолчит у него команда перестанет играть а ни один шаг на движение без его комментариев здесь у нас нету не обходится нижегородский конечно тоже давали команда двое их аж было но это по мне кажется переключить тех двоих он один за троих кричит заканчивается второй перевод со счетом 5-2 отдыхаем и заигрываем третий тайм продолжает у нас финальный период третий в сегодняшней встрече витязя и скифа обе игры обоих команд эти игры вторые сегодня скиф заталкивают шестую шайбу ворота витязя у обоих команд это у нас вторая игра сегодня усталость накопленная одинаково но хотелось бы от витязя больше прыти больше активности ast а а а а а а ан Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередная попытка команду Скиф забить шайбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пустые ворота. И... Зимой. Гол. Пустые ворота. 7-2. Начало третьего периода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня все мысли с головы этот тренер своим криком выбивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо адреса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адреса назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В штангу попал девятый номер, что-то он уже совсем падает, видим силу покинули ее полностью. В штангу, в штангу, в штангу, в штангу. В штангу, в штангу. В штангу, в штангу, в штангу. И в первой игре, и во второй. В общем, в команде Витязь девятый номер сегодня явно фаворит по броскам, но по точности ему далеко до фаворита. Двадцать пятый номер. Что-то он пытается изобразить один, пас никому не дает. Мне кажется, в двадцать пятой и девятой они могли бы отличную двойку сыграть. Время от времени они по очереди очень хорошо выстреливают, но почему-то нет у них взаимодействия, как вы у всей команды Витязь. Опять попадание в штангу, в угол вортаря, добивание. Заталкивайте вместе с вортарем туда. И вроде как гол. Затолкал кто-то из игроков. Счет у нас семь-три. Играть осталось пять минут. Вперед, починки. Вперед, починки. Хороший бросок. Добивание. А не кто хотите, расскажу в тему. Маленький мальчик приходит с тренировки домой. Мам спрашивает, ну что, забил? Нет. А почему? Мешали. Ну вот и игрокам команды Витязь. Сегодня что-то мешает. Кружат, кружат, скифцы над воротами. Витязя. Витязь, Витязь! Тридцать третий. Не видно нам тут за бортиком, что там происходит. Ничего не видно. Ага, есть контакт. Контакт. Невастопятый, девятый. Девятый делает улитку. Вдоль бортика прокатывает. Тридцать третий принимает. Тридцать третий скифа попадает в конек девятому. Сороковой принимает. Но по тридцать третий открытый. Тридцать третий промахивается. Мимо него проходит шайба. На подхвате девяносто пятый. Все, шайба потеряна. И в зону Витязя на уху улетает у нас. 15 секунд осталось играть. Судьба матча, скорее всего, уже предрешенная. Ну и будет ли на последних секундах заброшенная шайба? Нет. Все. Скиф убеждает за счетом 7-3. Радуются мальчики, радуются девочки. Идут обнимать своего вратаря. Смотрите, не раздавите. На радостях. Ну, а команда Витязи осталась сегодня без пиццы. Поедут голодными, а я пошел есть пиццу. Витязь. Девушки отдыхают Воскресенье Продолжение следует...